Перелет из Алматы в Кито занял 36 часов. Перелет из Алматы до Амстердама 8 часов. Потом мы летим из Амстердама до Бонейро. Это маленький островок в Атлантическом океане. Там мы час до заправки. И потом мы перелетаем в Уакиль. Это уже Эквадор. И с Уакиля высаживая пассажиров, мы летим дальше в Кито. Вот это Кито, где мы сейчас находимся, и 36 часов перелета, это, конечно, тяжело. Но это стоит того, потому что уже подлетая сюда, утром на рассвете, освещенные горы, потом город, вот этот в плащине, аэропорт в центре города. Это очень интересно, это захватывающе. И в конце я все-таки перед вылетом скажу вам, насколько мне понравился или не понравилась эта страна, называемая Эквадор. Эквадор! И otra vez, otra vez! Не надо снимать фотографии, чтобы снимать, я не говорю, ленча, ленча, ленча! Эквадор! Воображаемая линия пересечения с поверхностью Земли плоскости, перпендикулярной оси вращения планеты и проходящей через ее центр. Ого, что-то я запуталась. Ну и ладно, всему свое время. Итак, первая остановка на пути к экватору – город Кито. Как утверждают энциклопедии, город Кито – столица, а также политический, экономический и культурный центр Эквадора. Назван по наименованию древнего индейского племени Киту. Эквадор – это страна, которая принимает сейчас туристов не как страна закрытая, а как открытая для всех. Здесь можно подумать о вылете в Эквадор за час, лететь сюда без виз, без заказывания заранее гостиниц, от аэропорта до гостиницы максимум 10 долларов и так далее. Да, что может быть приятнее для нашего туриста, чем отсутствие виз и возможность выбрать любой отель. Тем паче, что сделать это непросто, а очень просто. Говорят, что отелей в Кито множество, но любой вкус и кошелек. Разнообразие отелей в Эквадоре поражает отели от больших пятизвездочных до маленьких и маленьких. Но мы выбрали скромный четырехзвездочный отель, который в принципе находится в очень хорошем районе, который мы сегодня посетим полностью везде и осмотрим. В Википедии я прочитала, что в соответствии с переписью населения в Кито живет почти 2 миллиона человек. По национальному признаку население столицы Эквадора многообразно и довольно смешано. Две пятых населения – индейцы Кичуа, другие две пятых – испано-индейские метисы. Оставшаяся незначительная доля – выходцы из Африки и бывшие жители европейских и азиатских стран. В этом Вавилоне и нашей съемочной группе предстояло найти свое место. Вот этой девушке с оранжевой сумкой, кажется, тоже необходим отель. Давайте зайдем в один из отелей, посмотрим, что предлагается и за какую сумму. Сингл – 34 доллара, дабл – 53 доллара. Наши доллары ходят и здесь. Хочет грати. Буэнос дияс. Я из Казахстана. Ты хочешь посмотреть? Сингл – это все вчетвером живут, но по одному на кровать. Отель очень красивый, но, к сожалению, у него тоже нету номеров. Буэнос дияс. Даже без всяких. Открыли и все. Буэнос дияс. Буэнос дияс. Тогда на Испа. Брошюр. Энд прайс. На русском. Мани-мани. Все, ну пойдем дальше. Посмотрим, что у нас еще предложат. Далеко не все отели могли принять съемочную группу. Ну, сюда не пускают. Здесь у них, видать, секреты какие-то есть. Вот и верь после этого в эквадорское гостеприимство. А эта оранжевая сумочка мне уже не нравится, потому что попадается на глаза не в первый раз. Я наконец-то определился с гостиницей. Причем необычной гостиницей. Для Эквадора название гостиницы в Финляндии – это более чем необычно. Но очень хорошая гостиница. Наконец-то отель выбран. Да, Григорий, только ты, горячий русский парень, мог выбрать отель с веерическим названием «Финляндия». И где? В Эквадоре. Раньше наш отель назывался иначе, но дела шли не очень хорошо. И после того, как у нас остановились большие белокожие и голубоглазые парни, вот такие, как вы, дела пошли на лад. Мы спросили, откуда они приехали. Оказалось, что из Финляндии. Так мы и решили назвать наш отель. Что же в отеле исконно финского, кроме памяти о горячих скандинавах, мне понять так и не удалось. Зато мы разгадали, почему отели заполнены практически под завязку. Но об этом в нашем следующем сюжете.